всем привет дорогие друзья с вами я виктор и вы находитесь на youtube канале вектор обзорщик сегодня я буду делать обзор распаковку и полное тестирование на микрофон maono и you pm 430 вот такой вот красавчик сегодня у меня будет на обзоре давайте переходим к распаковке посмотрим что здесь в комплекте и насколько все хорошо сделано итак поехали вот таким вот образом выглядит коробка микрофона maono и you pm 430 написано сразу на коробке главная особенность этого микрофона это large diaphragm usb condenser microphone set это означает что микрофон с большой диафрагмой то есть капсуль у него очень большой ну а именно 25 миллиметров диаметр капсуля вот так вот коробочка немножечко помялась во время транспортировки но ничего страшного внутри надеюсь ничего не пострадало приехала все это дело в вот таком вот пакете чтобы вы понимали упаковка в принципе неплохая для такого микрофона это в принципе хорошо и приехала в украину достаточно быстро примерно за три недели что я думаю на сегодняшний момент неплохо потому что в связи с коронавирусом все работает не так быстро но тем не менее три недели на мой взгляд это очень хорошо с обратной стороны у нас расписаны технические характеристики полный в общем комплект здесь диаграммы направленности частотный диапазон здесь полностью технические характеристики этого микрофона а именно это диаметр капсуля 25 миллиметров кардиоидная направленность частотный диапазона 20 герц до 20 килогерц соотношение сигнал шум 74 децибела что очень хорошо частота дискретизации 24 бита 192 килогерца это тоже очень круто потому что немногие микрофоны за такую стоимость выдают такие характеристики ну и длина кабеля юсб и юсб и 2 с половиной метра кабель съемный естественно и также расписано что идет в комплекте ну и краткие технические характеристики главные особенности можно так сказать вот так вот давайте распаковывать и посмотрим что идет у нас непосредственно внутри и так открываем здесь идет инструкция пользователя user manual на трех языках английский немецкий и скорее всего китайский вот такая вот инструкция здесь все расписано полный комплект как какие технические характеристика опять дублируются частотный диапазон диаграмма направленности и направленность у нас кардиоидная вот как вы можете видеть также расписано как устанавливать как пользоваться как подключать и тому подобное в общем инструкция достаточно информативная дальше идет у нас под фильтр брендированный здесь у нас как вы можете видеть логотип maona и собственно вот этот вот логотип maona тоже дублируется такая вот сетка двухслойная тоже неплохой поп фильтр с металлическим креплением это все выполнено из металла в принципе тоже достаточно неплохо получить такой поп фильтр в комплекте также идет ветрозащита поролоновая ветрозащита вот такая тоже в комплекте она идет и это очень хорошо потому что если вы будете куда-то выезжать и будет ветер либо вы не будете использовать поп фильтр можете использовать только ветрозащиту или можете использовать это это если вам одного поп фильтра будет недостаточно идем дальше и здесь у нас полный комплект то есть стойка пантограф обычная стандартная стойка пантограф которая идет со всеми микрофонами этого ценового сегмента и такого собственно класса очень неплохо все сделано пружины все есть и многие пишут что он не выживает но чтобы пантограф не повредился очень быстро когда вы устанавливаете пантограф в струбцину и зажимаете вот эту вот гайку на струбцине сильно тогда не нужно поворачивать сам пантограф потому что вы будете вот здесь просто сцарапывать металл это делать не надо если хотите повернуть стойку пантограф тогда открутите вот этот вот полт и поверните стойку пантограф на тот градус который вам нужен и потом закрутите обратно тогда стойка пантограф будет служить вам верой и правдой очень долго и будет не царапаться не не слизываться здесь металл не стараться и в общем стойка пантограф прослужит вам долго естественно идет струбцина также идет вот такая вот утяжка чтобы прикрепить кабель чтобы кабель не мешал вам к стойке пантографу непосредственно прикрепляете кабель тоже очень удобно что идет в комплекте естественно кабель кабель довольно качественный длина два с половиной метра как мы уже узнали из инструкции и кабель стандартный как например к принтерам подключается кабель с юсбб на юсб а дальше идет непосредственно паук паук выполненный из металла это тоже хорошо потому что он будет надежный и не поломается очень быстро я на это надеюсь по крайней мере да паук металлический все сделано тоже неплохо сразу переходник есть с резьбы 5 8 дюйма на резьбу 3 8 дюйма чтобы устанавливать на стойку пантограф либо можно даже установить на штатив если у вас штатив 3 8 дюйма то есть он достаточно универсальный сжимаете вот эти вот петли и сюда устанавливаете сам микрофон непосредственно свою функцию он он выполняет то есть все вибрации он гасит и справляется со своей задачей в принципе неплохо и дальше собственно сам микрофон вот такой вот как вы можете видеть сразу капсуль у нас просвечивается и диаметр капсуля действительно очень большой микрофон увесистый могу сказать в принципе ну не знаю вес где-то грамм 350 400 может быть и внутри вот такой вот капсуль больше на микрофоне нету ничего нет регулятора чувствительности он же gain ну в общем никаких регуляторов вообще нет ну собственно и все больше в комплекте нет ничего кроме силикогеля так нашел я весы и давайте посмотрим какой вес микрофона непосредственно включаем весы все 0 на весах и устанавливаем микрофон 326 грамм это очень круто для такого микрофона в принципе вес достаточно неплохой итак подключил я микрофон все настроил и я сейчас нахожусь на расстоянии от микрофона примерно в сантиметров на 10-15 где-то так и давайте покажу все свои настройки итак открываем системные настройки здесь мы заходим в параметры звука значит микрофон maona eu pm 430 отображается как usb конденсер микрофон то есть здесь нету четкого обозначения что это pm 430 это к сожалению минус небольшой но это ничего страшного вы должны знать что вот таким вот образом отображается этот микрофон я установил чувствительность микрофона на 74 процента этого достаточно для того чтобы микрофон не ловил перегрузы на расстоянии примерно 10 сантиметров с помощью одного только поп-фильтра здесь мы закрываем и открываем audacity как вы видите прямо сейчас ведется запись звука с этого микрофона здесь как вы можете видеть вот usb конденсер микрофон и здесь я установил следующие настройки частоту дискретизации я установил максимальную на 192 килогерца и разрядность установил на 24 бита тоже максимальную разрядность для этого микрофона я думаю никаких проблем с этим не будет вы вряд ли конечно на слух определите здесь 24 бита и или здесь 16 бит 192 килогерца или 48 килогерца но все же если вы будете потом обрабатывать звук это вам поможет потому что микрофон в таком случае то есть с максимальной частотой дискретизации с максимальной разрядностью будет улавливать как бы и записывать больше деталей что поможет вам на постобработке как вы можете видеть примерно от минус 12 до минус 6 децибел сейчас записывает мой голос и на мой взгляд это вообще отличный предел то есть 74 процента чувствительности достаточно для такого вот расстояния для моего тембра голоса и для моей громкости голоса но также хотел сказать что чувствительность этого микрофона не самая большая то есть если мы например будем сравнивать этот микрофон моона pm 430 и микрофон файфайн к 678 то микрофон файфайн в разы чувствительные в разы более чувствительный шума практически не слышно в этом микрофоне ну то есть как я могу видеть шум внутренний шум именно микрофона отсутствует в общем мне на самом деле понравился этот микрофон и я думаю что он хорошо подойдет для вообще всех кто использует микрофон на небольшом расстоянии то есть если вы собираетесь ну например петь песни например записывать музыкальные инструменты тогда этот микрофон вам подойдет потому что он имеет достаточно широкий динамический диапазон и потому он будет записывать все нюансы все детали вашего голоса либо вашего вообще звука музыкального инструмента если вы собираетесь использовать этот микрофон для стрима в принципе тоже он подойдет но я думаю качество записи его звука будет для вас избыточно и можно выбрать варианты подешевле по универсальные потому что этот микрофон нужно будет использовать только на небольшом расстоянии потому что если вы будете записывать ваш голос немножечко дальше вот таким вот образом например тогда либо вам громкости не хватит и придется очень сильно вытягивать звук но тогда еще один минус будет что микрофон будет больше ловить эхо ловить все окружающие шумы она вам надо я думаю нет поэтому чем ближе вы будете записывать в микрофон тем будет качество записи звука лучше но здесь еще один недостаток ну или нюанс выплывает это то что этот микрофон имеет большой капсуль на 25 миллиметров и при этом он не прикрыт защитной сеткой и защитной ветрозащитой и тому подобное потому что вот этот микрофон файфайн к 678 я разбирал и здесь помимо многослойной сетки которая служит как поп-фильтр еще установлена ветрозащита внутри поролоновая чтобы он не проваливал звук на перегрузах очень стильных этот же микрофон не прикрыт поэтому без поп-фильтра им пользоваться очень будет напряжно очень тяжело потому что микрофон при каждом звуке бп или шипящие звуки будет заваливать если вы установили достаточно высокий порог чувствительности поэтому то что идет ветрозащита и то что то что идет поп-фильтр в комплекте это огромный плюс ну и теперь давайте произведем тесты этого микрофона и так сейчас я говорю на расстоянии примерно сантиметров 10 от микрофона и записываю звук на этот микрофон через поп-фильтр теперь давайте то же самое только без по фильтра раз-два-три раз-два-три вот как вы можете видеть идет уже небольшой перегруз ну как я могу видеть тоже при этом если особенно будут такие звуки как бы и по тогда звук будет проваливаться значит раз-два-три раз-два-три всем привет с вами я виктор и вы находитесь на youtube канале вектор обзорщик а теперь немножечко еще подую да сейчас скорее всего звук вообще провалится вот так вот теперь надеваю вот эту вот ветрозащиту которая идет в комплекте и будем тестировать этот микрофон раз-два-три раз-два-три всем привет с вами я виктор и вы находитесь на youtube канале вектор обзорщик сейчас тестируем микрофон maona aupm 430 с установленной ветрозащитой из поролона которая идет в комплекте вот такое качество звука выдает этот микрофон а теперь я в него подую здесь в принципе микрофон уже не проваливает вас в звуке так сильно но перегрузы он сейчас словил теперь давайте еще один тест произведу это я сниму эту ветрозащиту и будет только один поп фильтр раз-два-три раз-два-три всем привет дорогие друзья с вами я виктор и вы находитесь на youtube канале вектор обзорщик сейчас я тестирую микрофон maona pm 430 с установленным только одним поп фильтром сейчас звука на мой взгляд наиболее приятный должен быть и теперь давайте я подую как будет вести себя этот микрофон теперь давайте еще один вариант тестов я произведу это будет вот это вот ветрозащита и поп фильтр многие не рекомендуют устанавливать одновременно и поп фильтр и ветрозащиту потому что это как бы очень сильно глушит звук но в данном случае это в принципе уместно потому что этот микрофон очень сильно чувствительный на дуновение ветра на какие-то резкие звуки ударные звуки раз-два-три раз-два-три всем привет дорогие друзья с вами я виктор и вы находитесь на youtube канале вектор обзорщик сейчас тестирую микрофон maona pm 430 с установленной ветрозащитой комплектной и с установленным комплектным поп фильтром вот такой вот звук вот такое вот качество звука вы можете слышать на этот микрофон и сейчас я на него подую и посмотрим как будет вести себя этот микрофон с ветрозащитой и с поп фильтром микрофон действительно записал дуновение ветра они перегрузы и не провалы по звуку вот как то так но все же лучше всего использовать этот микрофон только с поп фильтром поэтому снимаю ветрозащиту и буду все остальные тесты проведить только с поп фильтром так теперь произведем тест насколько этот микрофон сильно улавливает звук клавиатуры и звук мышки для этого я буду стучать по клавиатуре и по мышке ну то есть щелкать как как будто вы например играете в какую-то игру давайте проверим итак теперь сейчас стучу по клавиатуре стучу достаточно сильно как вы можете слышать вот таким вот образом в принципе да как я могу видеть по графику то есть звук клавиатуры улавливается но его слышно не очень сильно так как этот микрофон кардиоидную направленность имеет все что вы говорите с фронтальной части будет хорошо улавливаться а с обратной стороны будет улавливаться менее активно если вы будете играть и в это время разговаривать в микрофон тогда вы естественно будете намного лучше слышны вашему слушателю его или вашему зрителю вот таким вот образом мышку тоже слышно но в районе минус 40 децибел что в принципе достаточно неплохо если вот так вот теперь стучу одновременно и по клавиатуре и по мышке надеюсь этого теста было достаточно и как я уже показал в принципе да и мышку и клавиатуру слышно слышно достаточно отчетливо но слышно не так сильно как ваш голос то есть ваш голос будет по любому преобладать а теперь давайте проверим направленность потому что про направленность мы говорили но еще не проверяли и у него реально большой капсуль на 25 миллиметров потому давайте проверим насколько здесь насколько этот капсуль будет отрабатывать кардиоидную направленность для этого я убираю поп-фильтр и пощелкаю вокруг микрофона с фронтальной стороны щелкаю и по бокам теперь и с обратной части теперь кстати по графику я могу понимать с какой стороны я щелкаю потому что там с обратной стороны звук записывается где-то в два раза тише примерно так а со фронтальной естественно два раза громче ну и теперь давайте вот например вот фронтальная часть вот тыльная и по бокам и к центру здесь действительно кардиоидная направленность и в принципе звук с обратной стороны слышно намного хуже чем с фронтальной стороны и теперь давайте еще один тест я разверну микрофон и посмотрим как будет записывать звук в таком случае раз два три раз два три всем привет дорогие друзья с вами я виктор и вы находитесь на youtube канале вектор обзорщик сейчас я тестирую микрофон maona pm 430 который развернут ко мне обратной стороной то есть тыльной стороной в таком случае микрофон должен так глухо записывать мой голос при этом громкость будет намного ниже чем если бы я записывал в правильном расположении теперь давайте разберем и посмотрим как выглядит этот сам капсуль и вообще как выглядит плата микрофона собственно вот такая вот платка можете посмотреть все выполнено неплохо значит контроллер у нас реалтековский кто разбирается может посмотреть и вот такая плата и ю и 04 кстати у нас плата на минуточку то есть скорее всего эта плата такая же как от микрофона и ю и 04 хотя это микрофон и ю pm 430 так с обратной стороны у нас здесь маркировка maona tech точка ком а вот таким вот образом выглядит сам капсуль теперь давайте сравним этот капсуль ну и собственно с 1 сравним и плату с платой и с капсулем микрофона фай файн к 678 вот таким вот образом выглядит микрофон фай файн к 678 и чтобы его разобрать нужно с нижней стороны вот в этом вот отверстие находится один единственный винт который нужно раскрутить снимаем вот эти вот заглушки вот и как вы можете видеть плата на микрофоне фай файн к 678 у нас намного больше потому что здесь есть и кнопка включения выключения есть индикаторы есть разъем мини юсби также есть разъем джек три с половиной миллиметра вот здесь отверстие где сам винт крепится корпуса с обратной стороны у нас регуляторы громкости регуляторы чувствительности до плата здесь намного больше как вы можете видеть и элементов ней на мой взгляд тоже намного больше и собственно контроллер у нас другой здесь не реалтек контроллер не знаю какой вот кто разбирается смотрите открутил я вот здесь верхнюю ветрозащиту можно так сказать или верхний кожух верхняя перфорация сеточка и кстати я не знал а в микрофоне фай файн к 678 здесь установлена поролоновая ветрозащита внутри сетки то есть у нас здесь есть сетка достаточно крупная и также внутри находится вот такая вот ветрозащита поролоновая ну и как вы можете видеть таким образом у нас сеточка становится прозрачная и сетка у нас многослойно то есть два или три слоя даже вот так вот будете знать что в микрофонах фай файн к 678 ветрозащита поролоновая уже установлена внутри самого микрофона вот таким вот образом выглядит капсуль капсуль достаточно крошечный если я не ошибаюсь 14 миллиметров капсуль у микрофона фай файн к 678 ну а у микрофона моона и ю пи м 430 капсуль намного больше то есть 25 миллиметров и 14 миллиметров вот так вот выглядит эта разница подключил я и один и второй микрофон открываем настройки записи звука и как можем видеть чувствительность в системе я установил на 35 процентов микрофона фай файн к 678 при этом чувствительность на регуляторе на самом микрофоне я выкрутил на сто процентов чтобы ну как бы чувствительность на регуляторе была максимальная потому что чтобы на нее вообще не не обращать внимание можно так сказать и второй микрофон установил на 75 процентов чувствительность моона пи м 430 и замечу что в этом микрофоне нет никаких регуляторов на самом микрофоне потому все настройки мы смотрим только через систему при такой чувствительности при таком уровне чувствительности на одном и на втором микрофоне громкость у нас будет примерно одинаковая ну как вы уже могли понять что чувствительность микрофона фай файн к 678 намного выше и так включаю запись включил запись и на одном и на втором микрофоне вот таким вот образом чтобы они находились на одинаковом расстоянии и как вы можете слышать сейчас звук записывает микрофон моона пи м 430 а сейчас звук записывает микрофон фай файн к 678 вот такое вот качество звука на один и на второй микрофон и давайте проговорю еще одну фразу 1 2 3 1 2 3 всем привет дорогие друзья с вами я виктор и вы находитесь на youtube канале вектор обзорщик сейчас я сравниваю микрофон моона пи м 430 и микрофон фай файн к 678 1 2 3 1 2 3 всем привет дорогие друзья с вами я виктор и вы находитесь на youtube канале вектор обзорщик сейчас я сравниваю микрофон моона пи м 430 и микрофон фай файн к 678 1 2 3 1 2 3 всем привет дорогие друзья с вами я виктор и вы находитесь на youtube канале вектор обзорщик сейчас я сравниваю микрофон моона пи м 430 и микрофон фай файн к 678 1 2 3 1 2 3 всем привет дорогие друзья с вами я виктор и вы находитесь на youtube канале вектор обзорщик сейчас я сравниваю микрофон моона пи м 430 и микрофон фай файн к 678 итак надеюсь вы уже послушали все и определились для себя лично какой из микрофонов звук на ваш взгляд записывает лучше как по мне то у микрофона фай файн к 678 немного более высокие частоты преобладают в то время как у моона пи м 430 преобладают более низкие частоты более глубокий звук получается микрофон фай файн к 678 имеет частотный диапазон от 40 герц до 20 килогерц в то время как микрофон моона пи м 430 имеет частотный диапазон от 20 герц до 20 килогерц то есть частотный диапазон моона немножечко шире потому он будет записывать больше деталей и более глубокий голос поэтому и получается не знаю сильно ли влияет диаметр капсуля на качество записи звука в моона пи м 430 но мне качество записи звука понравилось в принципе in 1 и 2 микрофон я могу рекомендовать потому что эти микрофоны записывают звук очень качественный и записывают без каких-либо посторонних шумов звук микрофон фай файн к 678 более универсальный его можно использовать как для стримов как для летсплеев для записи видео для разговоров по skype для любых задач то есть это микрофон универсальный также вы можете подключить к нему наушники и слушать что вы говорите вот как то так а микрофон моона пи м 430 он как бы более узконаправлен то есть он подойдет да может кстати подойти для стримеров если вы записываете звука достаточно близко то есть он требует некоторых условий это то что микрофон должен находиться от вашего рта на расстоянии примерно от 5 до 15 сантиметров не больше потому что у него не очень высокая чувствительность и нужно будет записывать максимально близко к микрофону поэтому он хорошо подойдет на мой взгляд для вокала и для записи музыкальных инструментов вот как то так ну и частота дискретизации и разрядность у него намного выше вот такой вот обзор на микрофон моона и ю пи м 430 у меня получился надеюсь данное видео вам понравилось и вы обязательно поставите лайк обязательно подпишитесь на мой канал и нажмете на колокольчик чтобы никогда не пропускать мои новые видео а с вами как всегда был я виктор всем желаю удачи всем пока пока вот с вами пока ну и 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 일단